всем привет это маленький ролик для тех у кого проблема с двигателем в том плане что стучат гидрокомпенсаторы клапанов в связи с чем увеличивается расход масла просто катастрофически начинают жрать масло звук это такой металлический лямкающий к сожалению у меня уже его не слышно потому что я залил присадку и вот об этом я хотел бы рассказать очень сильно как бы я переживал когда мне на станции заправили чересчур много масла в связи с чем у меня случилась оказия с вторым цилиндром второй цилиндр там свечку постоянно закидывала она была постоянно в масле постоянно при прогретом двигателе слышен был металлический звук на холостых оборотах на холодную он был еле заметен пока не дашь газку то есть на даже на прогретом двигателе то есть шум усиливался наоборот как бы я человек такой что не люблю ездить с громким двигателем и как бы опасаясь за то что у меня проблема была с поршневой я все-таки решил попробовать присадку до этого проверив компрессию она составляла 7 единиц в каждой банке по 12 то есть такое было предположение что у меня лично что залегли кольца и скорее всего дело было все таки компенсаторы то что явно был звук такой что просто даже если в поршень добавить масло то есть звук не проходил то есть получалось что поршень не закрывался до конца у него оставался промежуток связи с чем вот происходило лишние недокомпрессия так скажем и лишний выброс масла из подготовленной смеси то есть двигатель немножко подправил но так как еще здесь стоит электронное зажигание вот он компьютер просто с этим справлялся и на дороге можно сказать это было не ощутимо ощутимо было в том плане что машина как бы дольше разгонялась то есть заявленный там сколько там 12 секунда то есть она не выполняла на самом деле при нормально работающем двигателе и 95 бензине машина может разгоняться за 9 и 5 секунд это нормально для легкой машины для одного человека принципе то что я люблю это механика и люблю тихие машины вот в данном варианте вот видите у меня есть к зиме я уже подготовился машину снарядил одеяло термо которая принципе помогает держать температуру между моими поездками на час то есть я прихожу двигатель еще не остыл то есть меня спасает это все дело и так приобрел я вот такую вот присадку мягкий очиститель двигателя для восстановления заводских параметров двигателя тут вот есть описание по маркировке можно все это дело найти в интернете самое важное что я хотел бы поэтому сказал сказать тут написано кстати что применяется для где-то да вот для порывов очищает поршневые кольца от нагара восстанавливает их подвижность при так освобождает залившие гидрокомпенсаторы клапанов устраняет их стук но все бы так хорошо но кто вот эту вот штуку купит и тут где-то написано на сколько километров а вот заливать даст за 100 200 километров до его замены для замены масла то есть заливается это в масло именно бодяжица заранее в массы то есть надо сколько-то слить по идее по-хорошему да если у вас мы двигатель жрет вам достаточно вот такую вот разбодяжить на новую канистру и из новой канистры без четырех литров до залить в двигатель сколько не хватает из этого начинается уже работа очистителя после этого когда вы проходите 100 200 километров по идее вы можете залить масло то который у вас четверки осталось добавив туда так скажем не застающую часть опять же размешать и после этого заливать двигатель не размешивая вот эту штуку доливая просто в горловину я не рекомендую она конечно будет там какой-то эффект но она очень долго будет смешиваться с маслом может быть расслоение когда мы смешаем например непосредственно с маслом заранее то есть у нас будет уже готовая смесь которая вот именно и нужно на 100 200 километров я вам сразу скажу вы эффекта не заметите эффект будет заметен только примерно сколько я проехал тысячу километров туда и тысячу обратно вот на второй тысячи километров я уже заметил что стук просто пропал периодически этот стук у меня возвращается ну так как я доливаю масло разбодяжа на котором я остатки осталось в двигатель по мере там проезда я уже проехал 6000 километров заливал я на 40000 на 2000 то есть у меня эффект появился 42000 и вот дальше у меня как бы уже проблема начала уходить то есть в данный момент у меня как бы стук начал периодически появляться но с прогретым двигателем он не сильно ощутим но это я к тому что у меня расход масла уже упал у меня был расход масла катастрофический 7 литров где-то примерно на 4 ой на 3000 километров блин я там замучился масло покупать у меня в машине очень много масла было баллонов вот я уже брал вот такие вот канистры по 4 литра вот она уже пустая вот в нее заливал вот эту вот штуку двигатель прогрет и как бы заливая подливая так скажем двигатель я постепенно уже вытеснил 100 масло которое было да и у меня было то которое смешано и тем самым у меня как бы происходило частично добавление присадки в двигатель короче видео о том что те кто хочет избавиться от звука не обязательно идти и ремонтировать его сразу на станцию отдавать там 20000 можно попробовать принципе она стоит 300 рублей что это небольшие деньги для тех кто хочет попробовать избавиться вдруг повезет но если у вас например проблему уже с прогоревшими поршнями либо с прогоревшими блин как они называются клапанами и так суть такая двигатель у нас работает то есть масло добавляется когда эта присадка она смешивается с маслом и становится более вязкой и дополнительно приобретает ну там принципе можно на упаковке это все почитать честно говоря мне это не интересно меня интересен эффект то что я этого эффекта добился компрессия у меня восстановилась до 11 в этом цилиндре и я так подозреваю что постоянно когда каждый день почти езжу по работе я ощущаю эффект то что у меня как бы машина начала тянуть я езжу основном один как бы ну сильно там незаметно но вот когда хочется там лишний раз газу дать то есть кого-нибудь обогнать кто едет там 10 20 км в час то есть у меня машина начал с этим справляться чего не было ранее то есть я уже год езжу с убитым можно сказать вторым и каждый день не каждый день раз неделю я достают оттуда свечку и чищу от такого нагара а вроде проезжаю всего по 20 километров но это еще из-за пробок и как бы все-таки мне это все дело помогло я в принципе доволен еще вот маленькое видео запишу про еще одну присадку тоже который я решил одновременно с этим вот попробовать делом сейчас этот купил 2 образец то есть и скоро мне принципе по идее масло заменять уже сейчас пробег 46000 на 40 тысячах я за да начал доливать эту присадку и вот 46 меня звук этот начал появляться то есть вообще написано 5000 рекомендована эксплуатация с этой присадкой я уже принципе за 5000 перевалил мне просто пока денег нет перелить ну как бы заменить масло хотя масло есть все куплено даже вроде талон бесплатно до времени нет да неохота ехать надо менять то есть заливаться будет такое же масло а в принципе я хочу все-таки попробовать еще такую купить присадку и сразу ее бухнуть в масло то есть потому что мне очень понравилось то что в принципе двигатель очищает сразу кстати для тех людей которые думают что если вытаскивать щуп и на щупе масло чистое это не говорит о том что у вас двигатель там зашибись все с ним и все хорошо это говорит о том что масло как бы имеет очень плохие моющие свойства то есть масло которое вы залили да и она чуть ли не сразу становится черным это тоже принципе ничего плохого и ничего хорошего в этом нет но если двигатель полностью исправен это говорит о том что масло имеет хорошие моющие свойства и вас цилиндры да и клапана остаются чистыми многие почему-то этого не знают как бы заливая например одно масло до видя что она чистенькая беленькая красивенькая двигатель я тоже стараюсь держать чистом состоянии но тут в последнее время сильно много уходит на другое работа как бы загрязнился у меня достаточно грязная обычно у меня сияет и пахнет вот кстати без одеяла двигатель не потеет с одеялом блин верхняя часть как раз из-за того что у нас одеяло как бы закрывает она отлично держит тепло даже воздуха теплый блин сейчас у нас на улице где-то плюс один там где температура народ 20 чем-то так что вы знаете что можно попробовать вот такую хрень про другие говорить не буду про эту фирму я как-то сталкивался с ней тоже про очиститель карбюратора и единственная вот эта хрень для очистителя карбюратора у меня не съела там клапана то есть прокладки там в карбюраторе обычно те которые разъедали они стоили дороже даже вот это не даже российская самая дешевая мне разъедала так что приходилось покупать ремкомплекты блин и менять к сожалению такую уже не смог найти и решил как бы попытать счастье все-таки с присадками но у меня получилось в интернете кстати про это нету нету можете не искать как бы это именно видео для тех кто хочет попробовать обойтись малой кровью можно попробовать принципе простым таким способом но опять же повторюсь заливать его над сначала в канистру то есть берем канистру заливаем туда ну из канистры можно предварительно вылив часть чтобы залить эту баклажку она рассчитана 5 литров то есть но я ее бухнул всю потому что блин как мы видим здесь хреново вот это вот сделано то что открываешь один раз и все а канистра она на 4 литра всего рассчитана ну я думаю от этого ничего не будет все равно я в двигатель добавляю в принципе так и случилось что ничего нет все нормально я рад на этом спешу отклониться всем спасибо за внимание всем пока